В Оренбурге работают 990 клубов и почти 8,5 тысяч клубных формирований, которые объединяют более 100 тысяч участников. Создание условий для занятий творчеством в числе приоритетов региональной и местной власти. Значительной поддержкой в этой работе стал национальный проект «Культура», который позволил провести капитальный ремонт в 12 домах культуры на общую сумму более 115 миллионов рублей. В 2019 году были отремонтированы 4 сельских клуба. Среди них дом культуры села Шахматовка Базулукского района. Здание глобально преобразилось. Новый фасад. Внутри создано уютное пространство, зрительный зал на 120 мест. В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» еще 8 клубных учреждений обрели новый облик. В числе первых – дом культуры в селе Федоровка Первая Саракташского района. Построенное в 1961 году здание ни разу не ремонтировалось. Капитальный ремонт помог спасти его от полного разрушения. Просторный зал с уютными креслами располагает к просмотру концертных программ, проведению всех сельских мероприятий. Сегодня перспективы развития сельской культуры связаны не только с национальным проектом «Культура», но и с региональными программами, в рамках которых ведется строительство и ремонт муниципальных домов культуры. Яркий пример – дом культуры в селе Желтое Саракташского района, строительство которого завершено в ноябре 2020 года. Село Желтое – это цитадель Оренбургского пухового платка. Здесь хранятся истоки знаменитого на весь мир народного промысла, поэтому платок в интерьерах местного дома культуры занимает почетное место. Здесь же тематическая фотозона и яркий желто-солнечный витраж. Современный зрительный зал рассчитан на 100 мест и легко превращается в площадку для интерактивных мероприятий. Стильное библиотечное пространство открывает простор для новых форматов – от традиционных литературных вечеров до выставок и дискуссий за чашкой чая. Примером современного и рационального подхода к организации культурно-просветительского пространства может служить многофункциональный центр, построенный в 2020 году в селе Красный Коммунар Сакмарского района. Его возведение было стремительным – полтора года от проекта до готового объекта. Но главное – это идея, которая в нем заложена. Несколько лет назад в Коммунаре из-за аварийности закрыли клуб. Местная детская школа искусств, в которой по предпрофессиональным программам занимается 200 одаренных ребят, располагалась в приспособленном и ветхом здании на окраине села. Правительством области было принято единственно правильное решение – в селе, где проживает 5000 человек, построить многофункциональный культурно-просветительский центр, где разместится и клубное учреждение, и детская школа искусств, дополняя друг друга в работе и творчестве. Название села нашло отражение в дизайнерских решениях, таких же ярких и энергичных, как сам Красный Коммунар и его жители. Площадь перед зданием уже состоялась как место встреч, массовых мероприятий, семейных прогулок. А чтобы наполнить красивые стены содержанием, нужны люди и, конечно, современное оборудование, без которого немыслимо ни одно мероприятие сегодня. Именно поэтому в Оренбургской области несколько лет назад было принято принципиальное решение, что средства проекта «Местный дом культуры» будут направляться на техническое перевооружение домов культуры. За это время на средства федерального бюджета удалось укомплектовать звуковой и световой техникой, видеопроекционными комплексами 40 домов культуры по всей области. Отмечая эффект таких инвестиций, губернатор Оренбургской области Денис Владимирович Паслер в 2019 году принял решение о включении в региональную составляющую нацпроекта «Культура» уникального мероприятия – приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры. Благодаря этому 69 районных и сельских домов культуры приобрели более двух тысяч музыкальных инструментов для своих коллективов. Приятным бонусом стало появление около 40 новых самодеятельных коллективов, в том числе духовых оркестров, вокально-инструментальных ансамблей, ансамблей народных и шумовых инструментов. В Оренбургской области творчески подходят к любым начинаниям, особенно если это придает импульс развитию отрасли. К примеру, фирменным проектом региона является акция «Рояльное движение», которая проходит в рамках Всероссийского фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». В том районе или городе, где приобретается новый концертный рояль, дает сольный концерт народный артист России, вдохновляя талантливых ребят к занятию музыкой и приобщая взрослую аудиторию к большому искусству. Субтитры создавал DimaTorzok